Я живу с вирусом иммунодефицита, я существую. Вирус иммунодефицита человека, то есть ВИЧ и СПИД, это совершенно разные вещи. ВИЧ — это вирус, СПИД — это синдром. Для того, чтобы у тебя развился СПИД, если тебе ставят диагноз ВИЧ-инфекция, то тебе нужно ничего не делать. Если ты заболеваешь гриппом, если ты ничего не делаешь, не лечишь свои заболевания, то это может привести к осложнениям или даже к смерти. В этом случае то же самое. То есть если ты никак не занимаешься своим лечением, то через какой-то определенный год, 5, 10, 15 ты скопычишься. Вирус передается только тремя способами. Я надеюсь, каждый из вас знает, что это за способ. Это половой путь, незащищенный, как от мужчины к женщине, как от женщины к мужчине, от мужчины к мужчине и от женщины к женщине. Дальше это инъекционный путь и от матери к ребёнку. Всё. Я слышал истории, что люди в торговых центрах, в кинотеатрах, колются какими-то иголками, укусы насекомых. Это всё чушь полнейшая. Для того, чтобы произошло инфицирование, в случае укола должно произойти впрыскивание крови. Здесь никакого впрыскивания не происходит. Поэтому, если вы укололи, то обработайте спирт, чтобы у вас вдруг не было инфицирования гепатитом, что намного страшнее, чем вирус иммунодефицита. На сегодняшний день, начиная с 1996 года, вирус иммунодефицита очень легко и хорошо подается лечению. При обнаружении у вас вируса, вы встаете на учёт, вам государство оплачивает лечение. И раз в три месяца, либо раз в полгода в диагностику. Вам прописывают терапию, вы начинаете её принимать. Принимать её нужно каждый день. Для меня это не проблема, для многих это проблема. То есть курить для них это не проблема каждый час, а принять два раза в день лекарства почему-то проблема. Вы принимаете препараты и через небольшое время, это у меня было спустя 4 месяца, у вас наступает неопределяемая вирусная нагрузка. Что это значит? Это значит то, что в вашей крови вируса настолько мало, что его даже не может определить пункт-система. При этой вирусной неопределяемой нагрузке, по последним медицинским исследованиям, которые проходили на Западе, исследовались несколько тысяч гетеросексуальных или гомосексуальных пар, в которых один партнёр ВИЧ-положительный с неопределяемой вирусной нагрузкой, второй партнёр ВИЧ-отрицательный. Они занимались незащищённым сексом. Было учтено около 53 или 58 тысяч сексуальных контактов между этими парами, и не зарегистрировано ни одно инфицирование. Это говорит о том, что человек с неопределяемой вирусной нагрузкой совершенно безопасен. Теперь о плохом. У нас в стране эпидемия ВИЧ. Каждый день регистрируется 270 случаев и 80 смертей. Это в день, только у нас в стране. Наша страна сегодня находится на первом месте по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть мы обогнали африканские страны уже несколько лет назад. Почему это не хорошо? Потому что на сегодняшний день разные источники дают разную информацию. Плюс-минус 100-200 тысяч. В среднем миллион официально зарегистрированных людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них терапию, которая нужна для того, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность, принимает порядка 30-33%. Потому что нас призывают молиться, нас призывают воздерживаться от секса, нас призывают иметь одного партнёра и быть верным ему до гробовой доски. Я считаю это неправильно, потому что нужно призывать пользоваться презервативами. Нужно призывать к тому, чтобы люди осознанно шли на какие-то контакты, если они идут на контакт со случайным партнёром, чтобы они защищали себя, а не во время полового акта, как мы молились Богу. Далее, по плохому. То, что у нас не хватает финансирования, и у нас не объявляют о том, что у нас эпидемия, и это будет всё нарастать. Это чисто моё мнение, и я это читал в некоторых других источниках, что у нас уже пройдена та черта, когда можно было остановить эту эпидемию, потому что она уже вышла за те группы, это мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, это наркопотребители, и это люди, которые занимаются коммерческим сексом. Это давно уже вышло за эти рамки. У нас в прошлом году в Муравье проходило анонимное тестирование на ВИЧ. И в этом году по всей стране с Владивостока до Санкт-Петербурга ехал поезд. Он ехал три месяца. Во время того, как он ехал, там людей тестировали, совершенно случайных людей. И он останавливался в городах, и каждый желающий на ЖД вокзале мог протестироваться. За всё это время было протестировано порядка 25 тысяч людей. Полтора процента из этих 25 тысяч у них были положительные результаты. Если взять статистику официальную, там среднее полпроцента от всего населения ВИЧ-положительный. Если взять статистику вот эту, ну, я считаю, что она более реальная, да? Кто из вас знает свой ВИЧ-статус? Половина, да? Некоторые думают, что это мне никогда не коснётся, хотя, хотя, хотя. Это касается сейчас каждого. Почему люди не узнают свой ВИЧ-статус? Потому что они боятся. Они боятся того, что к ним будут относиться по-другому. Каждый раз, когда я так встаю, и я говорю, да, что я живу с вирусом иммунодефицита, такая волна по мне проходит, да, как будто я говорю о том, что я изнасиловал семерых и убил восьмерых. Вот с таким волнением я это произношу. Когда я коснулся этого вопроса, я увидел, что очень мало адекватной информации. Очень много ненависти, очень много непонимания, очень много страшных историй. Ко мне пришло такое осознание, что не надо молчать. Если тебя что-то не устраивает, нужно говорить об этом. Если мне там трёт ботинок, я буду что-то делать с этим. И так же вот этот ботинок мне тёр каждый день. Я слышал историю о том, что люди увольняются работой. Я слышал историю о том, что от людей отворачиваются знакомые, родственники. И я начал говорить об этом своим знакомым, своим родственникам. Ни один человек от меня не отвернулся. Отношение вообще никак не поменялось. То есть мы как общались, мы так и общаемся. И эта тема, она вообще не затрагивается, потому что она не должна затрагиваться. Допустим, если бы у меня было какое-нибудь хроническое заболевание, типа сахарного диабета, да, неужели бы мы его обсуждали при каждой встрече? Нет. У меня был опыт общения со студентами. Я прошёл по ряда, говорю, да, я живой человек, вы можете меня потрогать. Но некоторые побоялись потрогать, потому что у них недостаток информации по этому вопросу. Я столкнулся с тем, что когда я начал выпускать свои видео, что люди боятся этой информации. Люди боятся ставить лайк, люди боятся смотреть, люди боятся чужого мнения. Молодые ребята, которые постили мои видео у себя в группе, от них отписались 10 друзей. Только потому, что они сделали репост моих видосов. Если с вами что-то случилось, то вот эти 10 упырят в первую очередь бы слились. И иногда я сталкиваюсь с врачами, либо со студентами медицинских учреждений, у которых знания в 80-х. Я нашёл по дешёвке массажиста. Он нашёл мой инстаграм. У меня в инстаграме там была акция N равно N, то есть неопределяемый, значит непередающий. Незащищённый секс с человеком с неопределяемым статусом, он безопасен. И начать студент он увидел, и он говорит, слушай, ты вот такие фотки постишь, такое ощущение, как будто у тебя ВИЧ. И всё. То есть, ну как бы я лишился массажиста. Во время этой акции ко мне посыпалось в соцсетях говнище. Ты пропагандируешь секс без презерватива. Я говорю, стоп. Сексом занимаются взрослые люди. И каждый сам решает, заниматься им с презервативом, либо не с презервативом. И каждый сам решает, с каким партнёром и каким сексом ему заниматься. Для меня нет, когда не могут сказать нет. То есть, это животные. Нет. Это дети. Нет. Потому что, когда детям предлагают что-то, они могут не понимать. У меня до сих пор такая травма детства. Мне было 2 или 3 года. Меня не изнасиловали. У меня был надувной такой круг в виде дельфина. И мама у меня спросила, он худой или нет. То есть, ну худой значит дырявый. Я тогда не знал значение этого слова. Да, я сказал, что он, ну, да, худой. Но его выкинули. То бишь, дети нет. И третий нет, это те, кто уже отошёл в мир иной. Вот. У меня есть вот эти три нет. Всё остальное, если это по обоюдному согласию, если это друг другу приносит удовольствие. Секс ведь он прекрасен. Главное, чтобы он был безопасен. Как правило, я прихожу там в разговор к линкологу, и они берут всё равно этот анализ. Они берут с вашего разрешения? Да, конечно. Потому что без разрешения никто не может брать. Если у меня, допустим, один и тот же партнёр. Вы доверяете своему партнёру на 100%? Допустим, вот партнёр проверялся, а я проверялась. Кроме вот этого, я слышала там от стоматологов. Это всё чушь полное. В бассейне я слышала. Для того, чтобы произошло инфицирование, нужно, чтобы у человека, который может инфицировать, была очень высокая вирусная нагрузка. Кровь или сперма должна попасть в ваш организм, в ваш кровоток. Даже если вы занимаетесь, допустим, моральным сексом, и если ваш партнёр кончает вам в рот, да, и вы глотаете сперму, в этом ничего страшного нет, потому что желудочный сок, ну, это кислота. Вирус иммунодефицита, он дохнет, ну, очень быстро. Упала или что там, капелька крови, там, за считанные минуты он погибает, он не живёт. Как вы узнали, что у вас лечит? То есть есть какие-то признаки? Признаков, к сожалению, никаких нет. Просто у меня в один прекрасный момент случилась ангина, которой я никогда не болел, и у меня была температура в первый раз в жизни 40. Несколько дней она держалась, ну, я всё ждал, пока всё само пройдёт, само не прошло. Я прошёл лечение антибиотиками, ну, и всё нормально было. И через три недели у меня случился конъюнктивит. Это были два звоночка. Я всегда занимался сексом с презервативом, но в этом случае мне доказали, показав документ, как потом оказалось купленный, что человек не инфицирован. У нас всё можно купить и всё можно продать. Плоть до почек. Кстати, почек. Я всегда мечтал съездить в курьего-светное путешествие. Я планировал продать одну почку. К сожалению, я сейчас это не могу сделать, потому что я не могу быть донором органов и крови. Вот у вас была ангина, конъюнктивит и... И, значит, я... Нет, я не пошёл к врачу. Есть другие варианты узнать свой ВИЧ-статус. Это экспресс-тесты. Экспресс-тесты есть по слюне и по крови. Эти тесты можно купить в интернете. Я купил по крови. 350 рублей он что ли стоил. И я сделал тест дома. Но мне показало, причём практически сразу, минут через пять, две полоски. Думаю, допрыгался. Нужно, наверное, как-то перепроверить. Я покупаю тест по слюне, проверяю, по-моему, тоже две полоски. И я звоню знакомому и говорю, слушай, вот такая вот штучка со мной произошла. Я говорю, что мне делать? Он говорит, пожалуйста, ножками берёшь паспорт и идёшь вставать на учёт. Я пришёл, встал и вот сейчас стою перед вами. Всё-таки интересно, как же так вот от ангина вы пришли к мысли, чтобы провериться? У меня был незащищённый секс в течение девяти месяцев, да, и нужно было как-то периодически проверять свой личный статус. Я это всегда делал. И всех, как бы, вас призываю к этому.